Конгресс США ожидает, что со дня на день получит доказательства, как именно спецслужбы вели наблюдения за нынешним президентом. Ну а то, что это все-таки было, уже факт. Дмитрий Анопченко следит за тем, как развивается этот громкий скандал в Вашингтоне. Когда Дональд Трамп недавно написал в Твиттере, что его прослушивали в ходе гонки, многие не поверили. Посчитали, что политик просто преувеличивает. Ведь и прямых доказательств у него тоже не было. И лишь сейчас Конгресс подтверждает, да, за Трампом была слежка. Хоть пока что ее и называют обтекаемым термином «случайное наблюдение». Это одна из главных новостей всего политического сезона. Глава Комитета по разведке Палаты представителей сообщил прессе. Узнал от силовиков за Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где жил тогдашний кандидат и работал его штаб, действительно наблюдали спецслужбы. Эта информация, о которой я узнал, очень меня обеспокоила. И думаю, она должна взволновать также президента и его команду. Отчасти эти действия были неподобающими. Конгрессмен выяснил, формально проводилась так называемая «слежка за иностранцами», в ходе которой попал под наблюдение и Трамп. В результате спецслужбы собрали внушительные данные о нем и его окружении. По документам, оказавшимся в распоряжении Комитета по разведке, под колпак взяли тех, кто работал в избирательном штабе, кандидата от республиканцев. Но понятно, что объектом прослушки стал и нынешний президент. Fox News со ссылкой на свои источники подтвердил, Трампа прослушивали постоянно, до самого дня голосования. Администрация Обамы действительно следила за командой президента Трампа. Fox News выдвигает очень серьезные обвинения. Дескать, это администрация Барака Обамы в свои последние дни у власти просто шпионила за избранным президентом. Чтобы знать о его шагах и планах, а слежка за иностранцами только предлог. Дело в том, что по американским законам добиться разрешения на прослушку либо слежку за иностранным гражданином намного проще, чем за гражданином американским. Видимо, этой лазейкой спецслужбы и воспользовались, ну а затем уже слушали всех подряд. Версия защиты, которую отстаивают сейчас демократы, это кто-то из команды Трампа общался с русскими агентами. Следили за ними, но вовсе не за политиком. А то, что он попал под колпак, так это непреднамеренно. Нанесли еще один удар. Конгрессмен Лью призвал сегодня коллег к бойкоту. Вообще не рассматривать законодательные инициативы от президента, пока не расследуют его связи с Москвой. Понятно, что это всего лишь игра мускулами и парализовать Конгресс не удастся. Но уже сейчас становится понятно, скандалы вокруг нового президента выходят на качественно новый виток. И демократы будут использовать материалы прослушки, существование которых теперь уже официально подтвердил Конгресс, для того, чтобы добиваться импичмента Дональда Трампа. И как в недавней битве Хиллари и Трампа во время избирательной кампании, в этой новой борьбе тоже очень сложно предсказать, у кого больше сил и выдержки. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.